итак всем привет у нас хорошие новости мы едем забирать бмв семерку вставляете то любом случае как бы там что парни не сделали уже бмв 7 уже ездит это как-никак не может не радовать небольшая предыстория то есть мы поставили машину на ход мы ее отремонтировали кое-как ездить не без проблем не без ошибок позвонили лёша с витей они нам варили выхлоп ведь забирайте гид свою машину поэтому парни сейчас поедем и заберем и посмотрим что я там наделали вот такие дела 25 находится вот вот тут там в общем получается вкратце парни поменяли масло в коробке без снятия фильтра просто долили как минимум потому что вы вытащить до слили очень мало было мало в коробке масла плюс она была очень черная плюс вы у нас получается сделали выхлоп выхлоп мы потом покажем как вы сделали но из-за отсутствия как таковой трубы у нас получается задней банки нету в этом автомобиле поставили также зимние колеса которые прислали парня то есть они раз грыжа два грыжа под замену но по крайней мере это зима может хоть какой-то зацеп будет то есть в мурн с поедем будем бушные покупать нормально потому что мы уже кингли грыжа вылезли сильнее но получается что узкая да да лично она скошена диск диск широкий она это и диски разный до получается плюс залилищая жидкость гур оказывается у нас гуру вытек когда мы все подъехали увидели ну и кстати по поводу двигателя то есть заводишь иногда нормально работает иногда сразу начинает травить но подать что-то где-то да на россии какие-то датчики лег пожалуйста какой отзыв по поводу выхлопа вкратце и пришлось помучиться то есть получается и плюс хомуты не дожимают но лямду выкрутили все крутили леха это что такое сзади здесь алюминиевая труба была труба отсутствует у нас куска не хватает поэтому заднюю банку не получилось поставить то есть нужно искать именно такого диаметра на долина либо колено уже и что-то уже придумать то можно будет так ладно кушать стоит итоге нас что получается так я вот от маленького ну вот получается выхлоп вот чё парни сделали отрезали перенесли флянец она был дальше катализаторы да это нормально ехал красиво все стоит новый выхлоп но какие-то проблему с этими хомутами да не дожимают почему-то не прокладки его поставили до новое масло в коробке залей гура не хватало выхлоп поставили лямбе подключили сейчас как поедет машина давай вы ранды Ну давай, какие тогда у нее? Заклушайте сейчас машину. И снова заведет. По-другому работает, видишь? Где-то что-то провисает, да? Чем ты дома пускаешь? Чем ты дома пускаешь? Сейчас опять, надо ей поработать, пускай проводить. Не хватает ей. Дальше, R. Фрала глухая. Сейчас масло погреется. Спасибо. Деньги переведу. Сейчас сядь, сейс появится. Так, мы без фар, у нас ночь на дворе. Прогрелась, нормально началось сейчас. Может, ты фонариком не в меня будешь идти, а там где есть, в лоболуху? Я могу это приклеить тело, конечно, на улице. Прогребить. Так, кстати, надо было сделать. Давай остановимся. Так вытащи руку на крыше поставь его, да и все. Капот алюминиевый, ты что? Капот алюминиевый. Что, светится? Да. Благодарю. В котором говорится, что зимний мир злоупотреблял служебное положение. Честно признаюсь, 4 дня здесь никто не появлялся, ничего не делал, кроме как только они приходили, пили чай и топили печку. Потому что, как-никак, новогодние праздники, бэха как вот заехала после Леши с Фитей, так все это дело и стоит. Ну, единственное, что вот сейчас просто вытащили вот эти вот клапана. Сейчас за ней дойдем, пацаны. Кстати, я сегодня читал комментарии и очень был расстроен, когда я вижу такой комментарий. Как, говорит, много разговоров, где дело, пацаны. Вы не понимаете, представляете, вот это вот найти муторство, вот это вот проводочки шевелить и так далее. Это реально, ну, контента с этого не вытянешь. Я чисто из-за того, что все-таки мы не такие блогеры, которые делаем, ну, тачки на прокачке, да, мы там и так далее, мы загоняем в какой-то сервис, мы делаем сами. То есть, если бы все делали сами, мне кажется, контента на ютубе было бы гораздо меньше. Короче, усилитель поменяли. Это тот усилитель, который стоял на BMW. То есть, вот мы его додергали и получилось так, что под сварным швам это все дело здесь разошлось. Здесь вот трещины после удара. То есть, вот эта алюминиевая деталь, она, получается, в утиль уходит. Но у нас есть, благодаря вам, реально вам, у нас есть новый усилитель. Ну, как новый, то есть, он в хорошем состоянии, который я уже, соответственно, поставил. Ну, и вот так он стоит, в принципе. То есть, он, по крайней мере, целый. Идем далее, пацаны. Вся загвоздка нашего пока что двигателя, да, именно нашей машины, это чисто вот эти клапана. Потому что по ошибкам идет именно вот какая-то непонятка именно с ними. То есть, там, обрыв цепи, что-то не работает, не замыкается и так далее. То есть, смотри, если у вас будет BMW в будущем, пацаны, да, то вы будете знать, что это такое. Пока у вас, допустим, если нет такой машины, то есть, примерно, представляете, какая ситуация. Всего стоит 4 штуки на нашем, допустим, двигателе. И прикол в том, что, помните, мы поставили головы те, которые лежали в итоге в салоне после покупки автомобиля. То есть, нам показали, что они лучше. Плюс, потому что у нас, из-за того, что был герметик, засохший в двигателе, то есть, ну, чтобы не было, как говорится, опаски от того, что, возможно, какие-то есть проблемы, опять же, с головой, связанные с герметиком. Но прикол в том, что мы же поставили клапана с нашего двигателя, который стоял, то есть, они как бы работали, но в итоге получается, что они, возможно, не работают. Плюс, они, смотрите, они разные, то есть, мы сначала это не увидели, но и наша ошибка, что мы их сразу не проверили. Смотрите, вот, допустим, вот этот и вот этот, они отличаются. То есть, те, которые сейчас я вытащил, это без сеточки. Здесь сеточка есть, это те, которые стояли с головами, которые были в салоне. То есть, получается, что нужно было сразу ставить те клапана, которые стояли, возможно, уже на тех башках, которые были в салоне. То есть, возможно, кто-то сейчас запутался, возможно, кто-то сейчас первый раз вообще включил это видео и не понимает, о чем идет речь. Мы избитый месяц уже сидим и не можем как разобраться, и что у нас происходит с этой машиной. Это Beho 7. Сейчас вот таким вот нехитрым способом, да, то есть, вот такими проводочками, кустарным способом, будем их проверять. То есть, просто накидывать 12 вольт и смотреть, будет ли срабатывать наши клапана. То есть, элементарно просто. То есть, конечно же, нужно было все это сделать сразу же, но, по сути, работы-то хватало, то есть, мы все-таки идем методом тыка. То есть, вот такие дела. Сейчас это все дело отдефектуем все восемь, нам уже всего четыре клапана. Те, которые будут хорошо схватывать, мы будем ставить, плюс их помоем, продуем. Сейчас у нас появился компрессор на резиночке. Будем ставить. То, что я замотал здесь синим изолентой, это не обращать внимания, это просто мало ли чего. Те, которые были с правых сторон, это чисто я пометил. А так, возможно, что те клапаны, которые стояли у нас на старом двигателе, опять же, не работают чисто из герметика. Кстати, давай, знаешь, если какую-то неисправную, разберем, посмотрим. В общем, вот этот, который, получается, не стоял на двигателе. То есть, он издает звук характерный и ходит. Вот этот помеченный, который я снял. Делаем ту же самую операцию. Все. Вот. Провода накидываешь. Нагрузка есть, они искрят. Но клапан. Герметик, думаешь? Может просто грязь. Ну, да. Ну, в общем, я предполагаю, что вот этот, вот здесь разжать. Вытащим, да, как минимум. Просто разберем. На остальном дефектуруем. Вот этот хороший, 20 раз откладывать тогда. Хороший. Я думаю, что все-таки сеточка, она нужна. Давай я их и будем. Такое? Угу. Я думаю. В общем, получается, вот этот клапан разобрал. Флексом пилил, металл толстый. То есть, просто так не разбирается. В итоге выясняется, что все-таки это герметик. То есть, сам поршень выбил самовозгом. Вот именно вот эта запчасть вылетела оттуда достаточно сложновато. То есть, пришлось выбивать. То есть, видно, что сам как бы он соленует, он рабочий. То есть, не рабочий был именно поршень. То есть, он сложно ходил. Все из-за того, что здесь вот получается герметик. То есть, вот он. Одна часть. Ну и в самом поршне, то есть, вот тоже так же. То есть, все то, что попало, получается, в канал, где коленвал, также, получается, герметик попал и во все клапаны абсолютно. То есть, весь двигатель, получается, пришел в негодность. И, кстати, хорошо, что мы не поставили головы наши. Возможно, были бы еще какие-то дальнейшие проблемы. А так, получается, вот сейчас почистили, приготовили. Будем пробовать, наверное, устанавливать их. Кстати, поршень с задирами. Частая ошибка – это обрыв в системе определения занятости сидения водителя. То есть, и пассажира. Причем, вот эти ошибки, они вылезают на нескольких кузовах. Из-за того, что в сиденьях есть так называемая постилка, мат, да? Которая со временем, видимо, просто рвется, проседает. Может быть, из-за того, что люди залезают коленями и ползают по сиденьям. И из-за этого выскакивают такие ошибки. То есть, для того, чтобы все это дело исправить, сейчас попробуем впаять туда сопротивление. Какой? Подожди-ка, сейчас зазум. Короче, диод. Не видно ничего. Д-226. А, Д-220. И сопротивление на 2,2 килоома. Ну, пойдем посмотрим, я не покажу, где она находится. Подвигли, ошибок как таковых нет, да? Вот здесь провода отрезаются. И туда впаивается. И туда впаивается, да. То есть, попробуем сейчас от этой проблемы уйти. Ну, если получится. Ага. Все. А, из-за этого горит этот... Аирбек? Аирбек, да. Всем привет! У нас сегодня, получается, следующий день. То есть, я просто хочу показать состояние наших фар. То есть, я видел, видео до этого снимал. Они полностью биты. То есть, без блока одного. Там на той фаре нет лампочек. Третья фара у нас полностью вся разбита. Грубо говоря, у нас оптики как таково нет. Есть только вот эта, получается, фара, где горит просто ангельский глазик. То есть, Xenon у меня загорается. Работают лишь только один поворотник и ангельские глаза. У нас здесь написано BMW динамик Xenon. То есть, это, получается, у нас фары адаптивные. Достаточно дорогие. Поэтому, принимаем решение покупать новые фары. На сегодняшний день, получается, что машина, ну, такой вот, одноглазый Джо. На сегодняшний день развивается следующая ситуация. Вот он, бампер. Получается, восстановленный. Вот. Ну, в принципе, более-менее целый, но он синего цвета. И сейчас наша задача будет его отвезти. А что, багажник закрыл? А, вот, откроется. Ну, наша задача, получается, сейчас мы его отвезем. Плюс хорошие новости. У нас, получается, осталась краска. Представляете? Вот эта краска, она вообще с Infiniti, с Киборга. Потом ей красили бампер на Audi A8. Ну, и она еще осталась. И вот решили все-таки уже не самим это все дело красить. Потому что, опять же, вы тогда говорили, что отдайте, отдайте. Ну, вот, давайте так. У нас есть знакомые специалисты, которые делают покраску. Плюс тут надо еще будет подвариться, подлатать. Красим. Ставим, получается, точнее, не ставим, заказываем. Покупаем новые фары. И только лишь после этого, я так думаю, что можно куда-то ехать, выдвигаться, кататься. Вот такие дела. В общем, повезли бампер. Получилось так, что поехали на двух машинах сесть негде. То есть бампер достаточно длинный, бэха-семерка, большая машина. Пришлось служить переднее сидение. Еле закрыли багажник. Ну, поэтому я еду, получается, уже сзади на другом автомобиле. Плюс я везу краску, я везу спойлера на Mercedes. Я их покрасил. Но надо их сделать все-таки качественные, покрасить не как я. Поэтому я их взял с собой под перекрас. Для того, чтобы когда уже потеплее будет, одеть их. Ну, и чтобы Mercedes смотрелся лучше. То есть спойлера идут на Mercedes. Вот такие дела. А так, неделя морозов. Сегодня, кстати, Рождество. Всех вас поздравляю с прошедшими праздниками. Спасибо. Отдохнули, поразновали. Пора игриться и честь дать. Может, я не современная. То есть, нет смысла даже, получается, боевые выгонять, кататься. Опять же, эти петли крутить. Вроде как бы все работает. Но для того, чтобы нормально выехать и, так сказать, в свет выйти, нужно, чтобы машина была красивая. Вся загвоздка сейчас в бампере и получается в фарах. То есть, фары нужны тоже их покупать. Потом, конечно, когда уже все это дело поставим, ну, тогда уже покажем вам эту машину. А пока процесс вот такой. Туда-сюда, отвез, привезти, заказал. Ну, то есть, по сути, как обычно. То есть, все равно, любой ремонт, любое восстановление, это всегда движуха вот эта вот. Сюда договориться, там подешевле. Ну, и плюс, естественно, ожидание. Без этого тоже никуда. Гараж, кстати, мы ищем. То есть, на втором канале я говорил, что в поиске гаража с бюджетом до 250 тысяч рублей. И желательно, чтобы это было в нашем районе, чтобы мы не было такого, что инструмент забыл. Надо за отверткой скататься обратно. Снимать тоже не наш вариант. То есть, нам нужно что-то свое, чтобы ты мог делать там все, что хочешь. Загонять все, что хочешь. И, соответственно, уже ремонтировать. Вот такие дела. В поиске. Этого бампера мы ждем. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр.